В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте и в начале короткий анонс. Сим-карты вне закона. Какое наказание грозит гражданам за продажу так называемых левых номеров? Расскажем в начале выпуска. Шлангом через весь двор. Газовики проверили абонентов в Буйнакском районе на соблюдение правил безопасности. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Пою я оду матери. Мероприятие под таким названием прошло в Махачкале на площадке исторического парка «Россия. Моя история». С начала года на территории республики зафиксировано более 160 случаев реализации сим-карт с нарушением норм закона. По всем этим эпизодам составлены административные дела. Об этом сообщает МВД региона. Полицейские проводят постоянные рейды по выявлению всех фактов незаконной продажи мобильных номеров. Как правило, вся эта деятельность осуществляется без надлежащих договоров. Напомним, что за незаконный сбыт сотовых карт предусмотрены наказания. Для граждан штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц от 10 до 50 тысяч. Для юридических лиц от 100 до 200 тысяч рублей. К другим темам. Зима близко. Это значит, что граждане все чаще используют приборы для обогрева помещений. В этот период особенно важно, чтобы все оборудование в доме было в исправном состоянии. Иначе беды не миновать. Специалисты проводят масштабные рейды по проверке техники безопасности. На одном из них побывала и моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Чемотан с инструментами и газоанализатор. В дома жителей Буйнакска специалисты приходят в полном вооружении. Обходим первый дом из списка и газовики сразу же находят нарушения. Несертифицированный прибор стоит в центре двора. Кроме того, к самодельной котельной хозяева подвели топливо по 20-метровому резиновому шлангу. Это абсолютно противоречит технике безопасности. Мы ее должны отключить однозначно. Мы домовладение из-за этого не можем отключить. Мы на кранике ставим бумажной апломировкой. Поэтому это не сердцевый металл. Это прибор самый большой, который вред проносит. Это мы всю жизнь. Для чего мы работаем в «Газпроме» ради безопасности людей. Впоследствии газовики обнаружили и утечку на кухне. Специалисты предупреждают. Даже микротрещина в газовой трубе может привести к большой беде. Поэтому профилактические осмотры и оборудование – единственный способ избежать нежелательных последствий. Выявлены некоторые нарушения. В данном случае был проведен осмотр прибора учета газа, сняты контрольные показания. При проведении проверки были обнаружены некоторые нарушения. По технике безопасности совместно с сотрудниками ЭГС были они устранены на месте, опечатаны. Казиева этого дома даже не предполагали, что у них имеются такие серьезные неполадки. Благодарят за работу, но так бывает не всегда. Проблема в том, что люди зачастую не пускают к себе. Не все понимают, что такие рейды им во благо, а не во вред. В первую очередь допуск – это одно из важных, в которых наши сотрудники должны попадать к абоненту. Если газовики приходят, это не значит, что мы с какими-то плохими целями. А первая задача – помочь народу, чтобы был безопасный газ и далее велся нормальный учет у абонента. В этом домовладении крупных нарушений найдено не было. Однако отсутствие хомута на шлангах специалистов все-таки смутило. Так, в начале месяца взрыв в многоквартирном доме, где впоследствии погиб один ребенок, произошел именно по причине отсутствия этой маленькой детали. Плановые осмотры газовики проводят два раза в год. Перед осенне-зимним периодом уже более 70% домовладений прошли проверку в Буйнакском районе и в городе Буйнакск. Кроме того, на месте одновременно проводятся работы по обновлению договоров с абонентами. Комплекс этих мероприятий повысит уровень расчетов с физическими лицами за природный газ, исходя из объемов его фактического потребления. Далее идет у нас снятие контрольных показаний, чтобы люди и те же наши абоненты не получали нормативные начисления. Ввиду этого, очень хотел бы обратиться к абонентам, чтобы допускали контролера, так как она сможет помочь им снять нормативные начисления, которые, ввиду того, что контролер мог к ним не попадать, она у них образовывается в виде нормативного начисления по квадратуре. Чтобы ее снять и реальные показания счетчика занести, контролер должен попасть и провести инвентаризацию. И на основании этого уже сажается реальное показание счетчика и реальная задолженность абонента. То есть обученности по квадратуре сумма выходит больше? Да, конечно. В Махачкаре продолжаются мероприятия по ремонту городской набережной. Напомним, столичный пляж стал одной из семи локаций, которые были определены в ходе рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства на текущий год. Здесь уже заменено покрытие, установлено объекты уличного освещения и малые архитектурные формы. В мэрии принято решение объединить реконструкцию с ремонтом перехода к пляжу и установкой освещения на Родопском бульваре на участке от Кумыкского театра до улицы Ливаневского. Мы продолжаем мероприятие по комплексному благоустройству городских территорий. На городском пляже проводится работа по благоустройству. Начинается работа по штукатурке стены, а также укладке плиточного покрытия. Также продолжаются работы по ремонту подземного перехода к городскому пляжу. Здесь демонтируются трубы оливневой канализации для переноса. Что позволит увеличить высоту подземного перехода. Все работы планируется завершить до конца текущего года. Пою я оду матери. Мероприятие под таким названием прошло в Махачкале на площадке исторического парка «Россия. Моя история». Оно было приурочено ко Дню матери, который отмечается в России 27 ноября. На встречу были приглашены матери погибших и участвующих в зоне СВО военнослужащих. Подробности в следующем сюжете. Вместе им проще и легче переносить горе. Матерям погибших в зоне СВО солдат тяжело говорить о сыновьях в прошедшем времени. Но они тем не менее справляются с этим и знают, что их дети погибли не напрасно. Главное самое главное не закрыться в себе. Благодаря СИФИЖАТ мы реально все сплотились и пытаемся всех, кого мы знаем, поставить рядом с собой, поддержать. Если вдруг даже кто нас знает, пусть сами нас находят. Мы будем только рады их поддержать. Мы всегда поможем. В такой ситуации первое время по-любому ты никого не хочешь видеть. Ты, своя боль, тебе кажется все. На этом все. Наверное, есть такие матеря, которые сейчас в таком состоянии. На все нужно время, а потом никто не вытащит тебя из этого, если ты сама себя не вытащишь. Надо самой собраться. Держаться вместе и помочь – вот главные задачи организаторов встречи. Ведь моральная поддержка – это именно то немногое, что сейчас всем им необходимо. Сегодня в преддверии Дня матери мы решили организовать праздник именно для матерей, героев наших, ребят, которые погибли, к сожалению, в спецоперации, и для семей мобилизованных. Сегодня у нас не столько праздничная программа, сколько, наверное, патриотическая. И главная задача, которую мы ставили перед собой – это довести до родителей, до матерей тот факт, что они не одни. Что мы с ними, и в любой ситуации, в любую минуту мы поможем, чем сможем. Вообще, главная задача – сказать, что они не одни. Мы вместе. Перед собравшимся на сцене с небольшой музыкально-хореографической программой выступили дети. Слова поддержки матерям участников СВО выразили и почетные гости мероприятия. Среди нашего окружения очень много ребят, которые много-много лет были рядом с нами, стали нам близкими, как сыновья, и они сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. К сожалению, земля Украины стала той разменной монетой, печальной, но это так, где борются сегодня силы добра и зла. И наши ребята, они, слава Богу, они находятся именно на стороне света, на стороне добра. Те, которые погибли, они погибли, отстаивая правду. Это без сомнений. Даже на секунду нет в этом сомнений. Карим Гамаев, Магомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала. И о спорте. Магомед Анкалаев подерется за титул чемпиона UFC. Дагестанский боец оспорит вакантный пояс промоушена в полутяжелом весе. Соперником нашего спортсмена станет поляк Ян Блохович. Поединок пройдет 11 декабря в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера. Ранее турнир должен был возглавить бой между Иржих Прохаской и бразильцем Тейшерой. Но Чех получил травму. Магомеду Анкалаеву 30 лет. Он одержал в ММА 17 побед и потерпел только одно поражение. В UFC он идет на серии из 9 побед. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин